Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Вместе с моими коллегами я расскажу вам, как прошла неделя. Смотрите сегодня. Контроль качества. Рязанская комсомолка подводит итоги независимой экспертизы продуктов. Метели и гололед. Сводка госавтоинспекции о ситуации на дорогах в период ненастия. Народные корни. В художественном музее открылась выставка авторских клиников дружек. Снежные заносы, мороз. Настоящая русская зима в этом году держится второй месяц. Как погода влияет на движение транспорта? Самым прямым образом. Водители и лихачат, и скорость не соблюдают. Как следствие аварии. Раскроет тему Валерий Седов. Улица Новоселов. Полдень 12 февраля. Автомобиль и автобус не поделили дорогу. Обошлось без пострадавших. Легковушка получила механические повреждения. В ГИБДД уточняются все обстоятельства произошедшего. Всего за 12 часов этого дня в городе зафиксировано 10 ДТП. Все они без пострадавших. Под ударом оказались только бамперы и крылья. В связи со сложившимися погодными условиями, Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть особенно внимательными при движении. Выпадение значительного количества снега, перепады температур. Все это влияет на образование наледи, скользкости на проезжей части. Поэтому водителям необходимо соблюдать боковой интервал, дистанцию, обратить внимание на соблюдение скоростного режима, а также исключить случай выполнения резких маневров. Синоптики и вовсе пророчили 35-часовую метель, ухудшение видимости до 1000 метров и порывы ветра до 18 метров в секунду. Гололед, на котором встречаются две фуры. Или машина, которая уходит в снежный занос. Все эти ДТП произошли 12 февраля. Но аккуратнее нужно быть не только водителем. Пешеходам при пересечении проезжей части необходимо быть особенно внимательными, правильно оценивать расстояние, скорость транспортного средства и предпринять все действия, чтобы переход был безопасным. В Госавтоинспекции добавили, что выполнение этих предостережений поможет избежать опасных ситуаций на дороге. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Кород». Сотрудники государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день, 12 февраля 1969 года, в управлении административной службы милиции появился 4-й отдел, который стал отвечать за разрешительную работу. Сегодня функции подразделения существенно расширены. Лицензионно-разрешительная деятельность. Это словосочетание, пусть и звучит громоздко, и предполагает в основном бумажную работу, вне всякого сомнения. Одна из важнейших опций функционала Росгвардии. Право на оружие – это большая ответственность, поэтому все должно быть учтено и задокументировано, включая даже какой-нибудь скол на прикладе. Охотник, например, владелец оружия. Если он имеет ружье, он, например, какой-то. Оно у нас учтено, все его параметры записаны в нашу специальную базу. И если он решит продать это ружье, подарить и так далее, то этот переход будет также учтен. Выдача различного рода лицензий частным охранным предприятиям и даже частным детективам – это тоже сюда. Доморощенных Шерлоков-Холмсов в Рязани уже порядка десяти. Только вот обращаясь за удостоверением, многие претенденты, по словам Михаила Романова, что называется, витают в облаках. С толку избивают голливудские фильмы, где частный детектив – это такой джокер, которому разрешено все. И прослушивать, и снимать в ванны, и стрелять по-македонски с обеих рук. Но российские законы быстро опускают их с небес на землю. На текущий момент за людьми просто так следить нельзя. Все-таки нужно какое-то разрешение. Если мы говорим, ну, для простого примера, если мы говорим, мама беспокоит за своего ребенка, где он проводит время, так как она является его опекуном, то она дает детективу, например, разрешение на слежку за ним какую-то там негласную, производство фото-видеосъемки. А в отношении других людей, если они дают такое разрешение, то это очень проблематично. Здесь не закон. О законе и его соблюдении в честь профессионального праздника более подробно в программе «Городские встречи». Ее эфир смотрите в ближайшее время. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Когда слова не могут решить спор, в ход идут кулаки. Так подумал рязанский адвокат, который, по его мнению, конфликт иначе решить не мог. Ситуация закончилась дракой. Валерий Седов расскажет подробнее. Чем может закончиться обеденный перерыв в кафе? Ничем, если предпочесть сытную еду к горячительным напиткам. Но исключения из правил только их подтверждают. В рязанском кафе повздорили два незнакомых мужчины. Оба были пьяными и оба, видимо, разгорячены. Причины конфликта не уточняются. В следственном комитете говорят просто «бытовой». Ссора переросла в драку. В ходе драки подозреваемый повалил потерпевшего на пол и нанес ему несколько ударов по голове и телу сначала руками, затем деревянной скамьей. Потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. В кафе прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они-то и узнали, что мужчина, который затеял драку, был адвокатом адвокатской палаты Рязанской области. Теперь им занимается следственный комитет. По уголовному делу проводятся следственные и иные профессиональные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается. Адвоката подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. За то, что он использовал скамейку как оружие, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Наши коллеги из газеты «Комсомольская правда» в Рязани объявили победителей собственного конкурса экспертизы на самые качественные потребительские товары. По традиции, идентичность рецептуры журналисты проверяли у производителей молочной продукции, тушенки и бензина. Имена победителей у Максима Васильева. Соблюдение стандартов и рецептуры – главное правило журналистской экспертизы. Причем редакции «Комсомолки» к самому исследованию подошли щепетильно. Во-первых, это всегда скрытая анонимная покупка. Во-вторых, каждый образец сначала обезличивает, снимает обертку, а затем распределяет по пустым контейнерам. А потом уже на экспертизу. В избежание досужих разговоров о предвзятости и ангажированности. Единственное условие – приоритет за местными производителями. Их продукции в линейке представлено больше. А дальше журналисты всецело полагаются на науку. Мы проводим экспертизу, например, по молоку на жирно-кислотный состав. То есть это означает, что мы ищем там не бактерии или плесень или еще что-то. В общем, не те компоненты, которые могут быть привнесены в ходе хранения, транспортировки или реализации. Чтобы никто и никогда не сказал, а, это мы-то пропускали хорошие, это вот они там испортили. Нет, мы, все наши экспертизы касаются именно исходного состава. Вот что именно вы туда положили. Это лучшее сливочное масло, 72,5%. Спасибо вам огромное. Спасибо. Старожиловский молочный комбинат на конкурсе полностью оправдывает свое название. В экспертизе комсомолки его продукции участвуют все пять лет. Всегда в лидерах и ни разу не дали усомниться в высоком качестве продукции. Вот и на этот раз Старожиловский молочный завод победитель сразу в двух номинациях. Здесь производят лучший творог и лучшую сметану. Секрет успеха прост. По словам главного инженера Надежды Поликановой, надо просто быть честными с покупателями. В первую очередь за это качество сырья поступаемого. И огромное спасибо нашим поставщикам. Они заинтересованы именно в таком хорошем сырье, всем требованиям отвечающим, высшего сорта молока. Сегодня на сметане Старожиловского завода узнаваемое сердечко логотипа. Но, возможно, скоро к этому стикеру добавят еще один. Экспертную оценку продукции журналисты-комсомолки твердо намерены превратить в собственный знак качества и размещать его прямо на упаковках. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». А теперь к новостям недели. Оценивать работу подрядчиков по уборке снега теперь будет еще и общественность. Ежедневно штаб мониторит социальные сети и старается оперативно реагировать на сигналы. Об этом на ежедневном совещании заявил вице-мэр Рязани Владимир Бурмистров. Кроме того, по итогам января в дирекции благоустройства произошли кадровые изменения. Такие непопулярные меры городские власти приняли после тяжелого снежного января, с которым справились далеко не все. По уборке тротуаров и остановок январь, надо прямо сказать, мы провалили. Но положительная динамика к исправлению уже видна. С этого непростого заявления начал Владимир Бурмистров разбор полетов Рязанской дирекции благоустройства. Орг-выводы сделаны, списки озвучены. В феврале город будут убирать по-другому. И другие. Мы лишили премий весь руководящий состав своих должностей. Я просто говорю, что мы делали и что нам приходится делать. Своей должностей лишились главный технолог по благоустройству, главный технолог по дорогам, начальник отдела по дорогам, начальник отдела по благоустройству, начальник участка Советского района по благоустройству, начальник участка Октябрьского района по благоустройству, главный специалист по обслуживанию производственных объектов. Потому что так продолжать уже в том же режиме, как это происходило, уже нельзя. Теперь ставка на молодежь. А незаслуженные премии руководства Владимир Бурмистров предложил отдать людям прямо сейчас на рязанских улицах, колющих лед и убирающих снег вручную. Более того, в морозы им будут носить горячий чай. Сегодня это уже сделали. А там, где должна работать техника, она будет работать, даже вопреки желаниям частных собственников, заявил Владимир Бурмистров. Очистка платных парковок от снега – тема отдельная, и по ней тоже есть решение. Лицо города, это улица вокзальная, проходящая мимо вокзала Рязани-1, и площадь Ленина. Категорически несколько раз сам лично разговаривал с руководителем, не убирают, точнее, изгребают, не вывозят снег. Но мы сейчас запустили постановление, то есть оно на этот недельный работник, что площадь Ленина и улицу вокзальную выводят из зоны платной парковки. Это будет тоже, чтобы все понимали, им первое серьезное предупреждение не просто с ними разговаривать, а лишить их основных пунктов, где у них идет заработок. Отдаленные улицы и поселки в штабе по зимней уборке – зона особого внимания. Под надзором все социальные объекты, остановки и тротуары. При этом теперь на плохо работающие управляющие компании жители могут жаловаться прямо в штаб через номер 112. Кроме того, принято решение не платить подрядчикам за работу без утверждения общественности. А это представители ТОСов и просто неравнодушные рязанцы в социальных сетях. Они дают людям свою оценку к качеству проведенной работы. Эту оценку мы обобщаем в общественный мониторинг. И каждый день, каждый день, включая выходные дни, этот общественный мониторинг мы направляем в штаб зимней уборки. Дальше штаб централизованно берет в работу в зависимости от того, какие проблемные участки подсвечиваются, озвучиваются. В поселке Борки, например, жители остались довольны грейдированием улиц, но есть и те, кто безответно стучится в двери своей управляющей компании уже не первый день. Эти черные списки сегодня тоже озвучили. Всего 37 актов с разными видами штрафа. И если минимальный порог – это 5000 рублей для руководителя, то для управляющих компаний сумма намного солиднее – от 250 тысяч рублей. Для кого-то особо ленивого наступают темные времена. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами официально стартовала в Рязанской области 1 ноября 2019 года. Для нашего региона был выбран единый оператор по вывозу мусора. Однако с первого же дня социальные сети были завалены фотографиями переполненных контейнеров. Прошло уже почти полтора года, а люди бесперебойно жалуются на то, что мусор из дворов не вывозят. Жители на улице Соколовская в поселке Соколовка мешкают перед тем, как выбросить мусор. Причина проста – мусорные баки переполнены, и людям не вполне понятно, куда выбрасывать мусор. Кто-то пробирается через отходы, пытаясь попасть мусорным пакетом в контейнер, а пожилым людям неудобно и небезопасно шагать по мусору. Порой граждане оставляют его прямо возле баков. При этом те же пенсионеры говорят о том, что оплату за вывоз мусора они производят регулярно. Деньги регулярно берут. Мы пенсию получаем в этот же день. За квартиру, за все услуги. У нас долгов нет. Местные жители выделяют две главные причины такой захламленности мусорной площадки. Одна из них – это смена регионального оператора по вывозу бытовых отходов. Мусорная реформа произошла почти полтора года назад. С тех пор, как говорят рязанцы, начались проблемы с вывозом отходов в этом районе. Местные жители сообщают, что мусор не вывозится здесь пять дней. Десятки звонков от недовольных жильцов не давали никакого эффекта. Однако есть еще одна причина, по которой мусор невозможно вывезти. Ну, во-первых, неочистенная достаточная подъезда к площадке. И людям запарковаться не идет. Приехал он поздно человек, допустим, куда-то ему подставить машину надо. Он видит окошечки, большую площадку есть, ставит. А мусоровоз приезжает в полпятого утра. Так днем-то можно подъехать и вывезти. Чуть позже выяснилось, что прямо перед нашим появлением на этой мусорной площадке в понедельник с утра сюда все-таки приезжал мусоровоз. Значит, уборка отходов днем – это реально. Несмотря на то, что днем подъезд для мусоровоза свободен, бытовые отходы все равно никто не убирает. Вот он только приезжал, вот перед вами здесь. Загрузил, здесь уже куча такая была. У него такой был кузов, что там не полезет больше. Получается, что переполненные баки и куча мусора вокруг – это результат, которого достиг региональный оператор при уборке мусора. Когда бытовые отходы будут устранены окончательно – неизвестно. А пока граждане своими силами стараются освободить проезд для мусоровоза, регулярно обзванивая хозяев автомобилей, которые паркуются около контейнеров. Звоним, а что толку-то? Все равно, стоянки нет никакой. Здесь вот становят машины. Подгружается, а мусорка не подъезжает. Жители приходят к выводу, что проблему стихийной свалки в Соколовке можно решить сообща. При этом на ситуацию должна обратить внимание и местная управляющая компания. Я в свое время работал в управляющей компании в начале 90-х. Это вообще советская власть немножко была. Там у нас более жесткие были требования. Да не дай бог, у меня не уборная площадка была. Я ее не принял, и все на свете у меня летело. В свою управляющую компанию граждане не верят, говоря о том, что даже снег во дворах качественно не убирается. Им остается надеяться на сознательность представителей регионального оператора по вывозу мусора. Хотя даже в прошедшие выходные, по словам горожан, ни одна мусороуборочная машина в этот двор не приезжала. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Постковидный синдром – патологическое состояние после коронавируса, которое может сопровождаться различной симптоматикой. С подобным синдромом сталкивается практически каждый человек, переболевший инфекцией. В Рязани для таких пациентов открыли специальный кабинет для диагностики. Оценить свой уровень здоровья и функциональную готовность организма к нагрузкам может каждый житель Рязанской области. Сейчас это особенно актуально для тех, кто переболел коронавирусом. Провериться можно в кабинете здоровья, который расположен в областной консультативной поликлинике, находящейся на территории ОКБ. Это нужно для тех людей, для тех пациентов, которые после ковида ощущают, что качество их жизни ухудшилось, их уровень функциональной готовности, здоровье, он стал ниже, чем был до заболевания. Попадая в этот кабинет, пациент проходит диагностику. Она начинается с измерения роста и веса человека. Выявляются такие показатели, как глазное давление, уровень сахара в крови и многое другое. Существуют две ключевые системы органов, которые могут сказать о том, как чувствует себя весь организм. С помощью кардиовизора можно увидеть различные изменения в сердце. Показатели моего сердца оказались в зеленой зоне. Это значит, что с органом все в порядке. Если компьютерная программа заметит нарушение в работе сердца, на экране оно отобразится желтым или красным цветом. В последнем варианте следует сразу же обратиться к кардиологу. Еще один важный показатель – это состояние легких. При появлении одышки стоит пройти определенный тест. С помощью спирометрии можно измерить жизненную емкость и возраст легких. Сейчас мы узнаем результаты. Легкие также оказались в норме. Их возраст, согласно компьютеру, младше меня на 8 лет. Часто после перенесенного ковида можно увидеть возраст легких вдвое старше самого человека. В таком случае следует обратиться к пульмонологу. Есть и другие методики, позволяющие выявить нарушения, на которые часто люди не обращают внимания. Если вдруг какая-то немотивированная жажда, хочется больше пить, нужно подумать о том, нет ли сахарного диабета, потому что в лечении ковида применяется гормонотерапия. И, естественно, это как осложнение может развиться сахарный диабет. Здесь мы можем проверить экспресс-диагностика уровня глюкозы крови. И если есть какие-то изменения, естественно, нужно назначить либо консультацию терапевта, либо консультацию эндокринолога, посмотреть уровень и профиль сахара. Этот кабинет отличается тем, что здесь, в отличие от того же МРТ, который оценивает структуру того или иного органа, используются функциональные методики, позволяющие быстро оценить функциональность организма. В случае выявления любых нарушений, пациенты получают направление к узким специалистам. Они получают консультацию кардиолога, пульмонолога, узких специалистов, которые позволяют им с помощью медикаментозных и немедикаментозных методов физиотерапии улучшить свое состояние. Стоит сказать, что кабинет здоровья работает в поликлинике всегда и для всех, не только для людей, переболевших ковидом. В связи с пандемией изначально здесь были обследованы работники ОКБ, переболевшие вирусом. Теперь каждый Рязанец с отрицательным ПЦР-анализом на ковид может проверить здесь свой организм. Мы решили предложить эту систему обследования организма, чтобы выявить на ранних этапах какие-то отклонения в организме, чтобы побыстрее реабилитировать наших сотрудников и ввести их в строй. Ну и теперь мы планируем это расширить и на приписное наше население. У нас, считай, 4 поликлиники теперь в нашей областной больнице. И для населения всего города Рязани, и для населения области. Поэтому мы с удовольствием записываем всех, обратившихся к нам по телефону. С учетом все-таки существующих вот этих ограничительных мероприятий. И принимаем по записи всех желающих. Позвонив в поликлинику, вы можете не только записаться на диагностику, но и задать все интересующие вас вопросы. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанские зоологи спасли енота в аэропорту Домодедово. Он облюбовал капот автомобиля карширинга для своей зимовки и не хотел оттуда выбираться. В течение почти 12 часов енота не могли извлечь из моторного отсека, несмотря на все усилия спасателей. Енот был изрядно напуган, контакт не шел. Он не хотел выбираться из своего убежища. Он огрызался, гавкал, собирался покусать всех непрошенных гостей. Операцию по спасению пришлось проводить в плотных сварочных перчатках, которые должны были защитить зоологов от острых зубов и когтей. Даже через перчатки у нас были большие плотные сварочные перчатки. И даже через них руки все были в синяках. В тот момент, когда мы приехали, енот был в самом неудачном для спасения состоянии. Те люди, которые его пытались до этого поймать, они его кто-то напугал, кто-то накормил. Поэтому на еду его было не выманить, а по-хорошему тоже не уговорить. И нужно понимать, что енот – это довольно суровое животное, на самом деле, которое справляется в лесу с очень крупными хищниками, со своими естественными врагами, волками, рысями. Поэтому просто так его не достать. Кроме того, это древесное животное, и у него лапы, как мы видим, это четыре сильных таких руки. И, соответственно, этими руками он сцепляется во внутренности машины и держится. Поэтому просто так достать его не получалось. Зоологи пошли на ухищрение. Они использовали свой последний козырь. С собой из Рязани они привезли енота по кличке Форест. И надеялись, что, увидев своего сородича, зверек успокоится и вылезет из-под капота. По опыту я знаю, что часто бывает, они идут к сородичу, они друг другом интересуются. И, увидев у нас такого же зверя, как он сам, енот может проникнуться к нам доверием или интересом к своему сородичу и выйти. Мы не раз вот так вот выманивали. Кроме того, когда енот убегает, другой енот по следам. У енотов прекрасное чутье. Они прекрасно знают, куда пошел сородич, даже если прошло очень много времени. И их как разыскную собаку использовать, также можно использовать разыскного енота. У меня вот в Петербурге есть такой енот, который ищет пропавших енотов. Мы попробовали принести и Фореста в переноски, поставили на капот. И на самом деле они очень сильно заинтересовались друг другом. Тот енотик, которого спасали, даже приподнялся, так понюхал его. Но он уже был напуган, поэтому не вышел на нашего енота. Тогда зоозащитники обратились к знакомому ветеринару. Врач дал транквилизатор. Оставалось только вколоть его. Пришлось использовать эвакуатор. Машину приподняли и еноту сделали укол. Затем зверька отвезли в ветеринарную клинику, где ему сделали прививки. Сейчас животное на передержке. Там енот проведет около недели. А затем его заберет каршеринговая компания, в чью машину он и залез. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Лучшая подружка из глины игрушка. В Рязанском художественном музее открылась выставка мастеров нашего региона. На ней представлены народные игрушки и живопись из фондов музея. Некоторые глиняные изделия могут не только приносить радость глазу, но и издавать удивительно красивые звуки. С авторами глиняных игрушек пообщалась Анна Герцовская. Этот музыкальный инструмент, как и многие другие, сделала Галина Сметанина, мастер-керамист из Рязани. Она занимается изготовлением керамических игрушек, как сама говорит, для собственного развития. Тема ей близка, поскольку вся профессиональная скульптура когда-то родилась из народной игрушки, из народной скульптуры. Народная игрушка, она чем интересна? Ведь там сконцентрирован весь многовековой опыт лепки. И любой народный мастер лепит игрушку очень быстро, очень экономенными движениями. То есть там из поколения в поколение передаются приемы лепки. Поэтому если ты владеешь принципами лепки какой-то игрушки промысловой, конечно, она создается очень быстро. Другое дело, конечно, авторскую игрушку. Я делаю иногда сложные музыкальные инструменты, то есть которые вышли из народной свистульки. На создание музыкальных инструментов уходит больше времени. Они и сейчас используются в фольклорных коллективах. Все они при изготовлении проходят через тональную настройку, которая в основном происходит еще до обжига изделий. Когда просвериваешь отверстие, то приходится каждый раз подстраивать, точно определять размер вот этого отверстия. Таким образом мы изменяем высоту звука. Это называется окарина, музыкальный инструмент с шестью игровыми отверстиями. Окарина в переводе «Столенского утенок». Каждый из свистулек обладает особым голосом. И вы даже, наверное, слышали сейчас уже современные свистульки. Чем больше отверстий на рабочей поверхности, тем колорит и палитра звуковая мягче, гибче и разнообразнее. В Рязанском художественном музее сейчас представлена работа мастеров со всего региона. Подобная выставка проходит здесь впервые и приурочена к празднованию Единого дня народных промыслов и ремесел Рязанской области. На ней представлены и довольно раритетные изделия, хотя пока никто не может точно сказать, когда в нашем регионе начали заниматься гончарным искусством. Здесь богатая палитра и временная палитра богатая, но, конечно, самые ранние игрушки, они находятся в музеях нашей страны. Это и русский музей, и музей изобразительных искусств в столицах, но и в нашем Рязанском художественном музее есть что показать. И мы рады, что мы можем поделиться этим счастьем, этим солнцем. Это действительно драгоценные крупицы народного искусства, понятные и близкие всем. Даже самые современные произведения искусства, представленные здесь, отсылают к самым корням глубокой древности. Любая, конечно, игрушка, женская фигура, прежде всего восходит к образу богини языческой. Может быть, это макошь или еще какие-то древние женские образы. Поэтому, конечно, я изучаю фольклор, изучаю традиции, поэтому даже моя авторская игрушка, естественно, носит черты, свойственные народной игрушке этой традиции древней. Приходя на эту выставку, посетители попадают в потрясающую атмосферу, словно в гончарную сказку, с которой может ознакомиться любой желающий. Экспозиция будет представлена для гостей до середины весны. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. До свидания.